Я должен делать выбор, накопить деньги и купить дом для себя, потому что я в семье старше, и мне надо расселяться, чтобы брат женился, либо расширять бизнес. Оба первые группы инвалидов. На данный момент у меня ни дома, ни машины, ни капила нету, ни капитала нету. Помните, что спортсмен, чтобы получал титул чемпиона, сами последние шаги решает, а не то, что в начале, что он начинал бегать. Сами последние шаги, не надо сдаваться. Вода кипит, когда вы ровно даете 100 градусов. Если вы дадите 90 градусов или 95 градусов, вы не получите кипяток. Даже если дадите 98 градусов, вы не получите кипяток. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, кто смотрит рубрика «Вопросы на Влатову», поприветствую вас из города Самарканда. Я сейчас нахожусь в Самарканде. Видите, это великолепные исторические места, которые веками остаются на память величия сильных государств. Потому что история показатель. Дорогие друзья, хочу ответить вам на несколько вопросов, которые задавали. Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Кто нуждается этим ответом, кому это поможет. Станьте причиной их изменения жизни, причиной их успехов. Если вы хотите узнавать по графикам ближайших тренингов и так далее, посмотрите под рубрику. Есть кнопка «Еще» нажимаете, вы там увидите график ближайших тренингов, и вы увидите, где можно пробрести наши книги. В комментариях напишите по этому поводу, куда найти книги и так далее. Еще, дорогие друзья, внизу вы видите под рубрику «Почта», куда можно задавать вопросы. Свои вопросы дайте имя, пожалуйста, на эту почту. Напишите на эту почту, мы с удовольствием отвечаем на ваши вопросы. Первый вопрос такой. Здравствуйте, уважаемый Саймур Раджавич, меня зовут Ербол. У меня такой вопрос. Я специалист-инженер, работаю в большой компании. В этой отрасли работаю уже 12 лет. Но за это время мы с женой открывали продуктовый магазин и дополнительно в этом же магазине продавали игрушки и так далее. Работали 3-4 года, но я не стал бросать свою работу у инженера. Благодаря труду я смог накопить определенную сумму и в семье было принято приехать в Астану. Дополнительно взять кредит, я смог купить небольшую квартиру. Работаю сейчас инженером, проектировщиком уже 3 года. За 3 года смог расплатиться с долгами и накопить небольшую сумму. Дополнительно учился в тренингах, пока у меня не получается. То есть учиться в тренингах, пока у меня не получается. Какой-то стоит страх на чат. Не знаю, что дальше делать. Купил 5-6 ваших книг, сейчас читаю. Кстати, 2 года назад купили еще машину, как актив в долг. Сейчас эта машина приносит небольшие деньги. Дайте какой-нибудь совет на работе. Уже не могу работать и не получается открыть свой бизнес. Заранее спасибо за ваш ответ. Он говорит, дорогой мой Ербол, единственный способ вводить самолет, это научиться этому. Если ты действительно хочешь, чтобы у тебя появился свой бизнес, сами короткий путь этому научиться в тренингах. Человек учится либо до 7 лет, либо в тренингах, либо в жизненном опыте. Так сказал Стивен Кове. Самая дорогая учеба, это когда ты личным опытом питаешься его на брат, потому что 20-30 лет надо потратить, чтобы усваивать определенные вещи, которые ты мог бы учиться всего за пару лет у наставника. Поэтому рекомендую, если ты накопил небольшой капитал, 10% от своего капитала вложи в свой ум и получи образование в бизнесе. Бизнес, образование тебе нужно до того, чтобы открывать бизнес. Уважаемый Садмир Ваджабович, меня зовут Яхуб Джон, из Узбекистана. Я веду бизнес уже 3 года. Результаты хорошие, но я никак не могу удовлетвориться на достигнутый. Мой бизнес стал бренда в нашей районе. Единосление около 250 тысяч. А теперь я хочу продавать свой бизнес-модель в других районах. То есть, принести в других районах. В подобии франшизы. Как я могу это реализовать? Дайте совет, пожалуйста. Дорогой мой Яхуб Джон, тебе нужно найти компанию, которая поможет тебе упаковать твой бизнес. Это один вариант. Это быстрее всего произойдет. Заплатим за упаковку. Они тебе помогают это делать и помогают тебе продавать это. Это самый короткий путь. Но это обойдется тебе в районе от миллион рублей до полтора миллиона рублей обойдется тебе, если серьезно нормальной компании. То есть, это где-то 15-20 тысяч долларов стоит, чтобы серьезно упаковать бизнес. Если ты хочешь, чтобы этот бизнес, конечно, вырос на нужном уровне, скажем, на среднем, хотя бы на региональном уровне, и по всей стране распространяется, был конкурентоспособным. Такого надо найти. Либо другой вариант, хотя бы на часовой консультации записывать таких людей, как я или кого-то нибудь, кто понимает в этом, чтобы хотя бы тебе показали, чтобы ты сами основные вещи мог сам сделать. Это самый дешевый вариант, то есть, там дешевле то, что обойдется тебе. Или либо тебе самому этому учиться определенное время, ты научишься и потом делаешь. А учиться это надо. В таких мастер-классах для предпринимателей, которые проводятся похожие тренинги, как у меня и другие, и так далее. Здравствуйте, Саймур Роджавич. У меня такой вопрос. У меня с бизнесом зарабатывает среднее. Но я должен делать выбор. Накопить деньги и купить дом для себя. Потому что я в семье старше. И мне надо выселяться, чтобы брат женился. Либо расширять бизнес. Потому что пока есть куда расти. Этот вопрос поставил меня в очень трудное положение. Решить два задачи одновременно, бюджет не позволяет. По моему прогнозу, чтобы купить дом, я должен копить деньги все или год. Дайте совет, пожалуйста. Брат мой, займись бизнесом. Расширяй свой бизнес, а просто арендуй жилье. Арендовай жилье, иди, выходи. Арендуй квартиру и живи. Лучше расширяй бизнес. Потом, зато у тебя будет бизнес, и бизнес дает доход. Потом от дохода своего бизнеса потихонечку ты купишь квартиру. Может быть полгода или год позже покупаешь, но зато бизнес останется у тебя. Поэтому ты лучше сначала делай бизнес. А выходи просто арендуй жилье. Арендовай жилье, можно решать проблему жилье. Саид Мород Аджабович, у меня к вам вопрос. Я сама работаю массажистом 20 лет стаж. Ни копейки не сохранила. Тратила деньги на родственников. У меня сестра инвалид. Она на колеске сидит. И у нее муж тоже инвалид. Оба первые группы инвалидов. Я больше им помогаю. А теперь у меня муж больше 10 лет не работает. Старшим детям 25-23 и младшая дочка 11 лет. На данный момент у меня ни дома, ни машины, ни капила нету. Ни капитала нету. Что мне дальше делать? У меня сейчас 47. Не надо уйти из семьи. Это не обязательно, что вы ушли из семьи. То есть арендуя квартиру и так далее. Не делайте этого. Оставайтесь с семьей и продолжайте. Просто открывайте массажный кабинет. Она оправдывает себя. Но только открывайте какой-то организации, где-то, где есть какие-то фитнес-клубы, либо какие-то бани, либо где-то клиники и так далее. Вам будут намного попроще, быстрее. Это все оправдывает. То есть открывайте там, где ходит ваша силовая аудитория. Если вы 20 лет работаете, делите массажи, и вы массажист, значит у вас хороший опыт. И у вас обязательно будут гарантированные результаты. Пожалуйста, не бойтесь, открывайте кабинет. Все будет нормально. Еще лучше, все будет нормально. И дети уже выросли. Дети будут помогать вам. Дети научатся. Направляйте детей. Рекомендуйте мои книги. Рекомендуйте мои рубрики. Дети ваши будут вырасти быстрее и помогут вам они. Это самый хороший способ. А сестре и мужам все равно надо помогать. Потому что они нуждаются. Они реально инвалиды. И Аллах вам воздастся за это. Поверьте, продолжайте. И вы уже чуть-чуть осталось до успеха. Вы приближаетесь к действительности, который вам надо. Помните, что спортсмен, чтобы получал титул чемпиона, сами последние шаги решает. А не то, что в начале, что он начинал бегать. Сами последние шаги не надо сдаваться. Вода кипит, когда вы ровно даете 100 градусов. Если вы дадите 90 градусов или 95 градусов, вы не получите кипяток. Даже если дадите 98 градусов, вы не получите кипяток. Это означает, что в дальний момент у вас осталось всего пара шагов. Продолжайте. Вы скоро начнете добываться успеха. Потому что всегда закон жизни такой. Перед рассветом наступает самое темное время суток. И жизни всегда так. Перед хорошей... То есть, именно перед удачей, перед хорошей развитием всегда вы сталкиваетесь с событиями действительно сложностей. Так что нам надо стараться выдержать это. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым друзьям. Посмотрите почту, которая под этой рубрикой находится. Сдавайте актуальные вопросы. Пожалуйста, присылайте нашу рубрику. Присылайте наши хорошие ролики своим друзьям знакомым. Пусть они кому-то поможут, кто нуждается. А вдруг вы станете причиной изменения их качества жизни. Я сейчас сегодня в Самарканде. Завтра буду уже в Ташкенте. Дорогие друзья, каждый день я езжу в разных стран мира, чтобы помочь людям. И это, наверное, это моя судьба, это моя жизнь, это мой выбор. И это хорошая жизнь. Потому что каждый раз, когда я вижу, что у кого-то жизнь изменилась, кто-то приходит ко мне и говорит, знаете, благодаря вас мы сохранили семью и так далее. И это очень благородное дело. Я его так считаю. Поэтому это дает мне силы, это дает вдохновение. Я езжу, работаю. К вашим услугам. До встречи на следующей рубрике. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин